322 миллиона рублей не спасли ситуацию. Средства, выделенные из окружного бюджета для выравнивания финансово-экономического положения на Ринмарстрой, не привели к положительной динамике. К такому итогу пришли участники рабочего совещания, посвященного состоянию дел акционерного общества. Кроме того, предприятие в начале 2015 года завершило работы на основных строительных объектах, финансируемых из государственной казны. Неоправданно долго, по мнению Игоря Кошина, велось проектирование пристройки к основному корпусу Ненецкой окружной больницы, к строительству которой на Ринмарстрой должен был приступить уже в этом году. По словам генерального директора предприятия Александра Смирнова, медики не смогли предоставить для проектирования грамотное медико-техническое задание, а своими силами с потребностями здравоохранения строителям не справятся. Сложности у строителей возникают и с заказчиком очистных сооружений в Качгарде городской администрации. 30 миллионов рублей, предусмотренных муниципальным контрактом, зависли в длительных процедурах экспертиз. В ближайшее время акционерное общество должно приступить к строительству секций жилых домов в районах улицы Ленина, Первомайская и Токовылка на условиях долевого строительства, а также гостиничного комплекса в районе улицы Рыбников. Продолжаются работы на жилых домах по улице Макарабаева, улице Озерной, в поселке Искателей, в многоквартирном доме в селе Тельвиска. Стабилизировать финансовую ситуацию на предприятии в текущем периоде, по мнению руководства акционерного общества, могут помочь зависшие в городе 30 миллионов и продажа недвижимости предприятия на перспективу переход на новые строительные технологии, быстро возводимые конструкции, выход на стройку в окружные села. Создание новых современных строительных производств – это действительно выход. Мы не можем бесконечно вкладывать средства в убыточные предприятия. Руководство акционерного общества должно иметь четкое представление, куда двигаться, чтобы подтянуть провисшую экономическую и социальную составляющую. Мы, со своей стороны, готовы предоставлять инвестиционные субсидии на новые объекты строительства из окружного бюджета, сказал Игорь Кошин. Губернатор подключил к решению проблемы предприятия Ненецкую нефтяную компанию, которая должна провести оценку недвижимого имущества Наринмарстроя, а также помочь строителям в создании новых производственных технологий на территории региона. Он также порекомендовал руководству предприятия обратить самое пристальное внимание на стройку в сельской местности.